Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елен Макаренко. В Барнауле определили лучший отряд зональной городской студенческой стройки. Знамя победителя получили студенты Аграрного университета. В течение двух месяцев будущие агрономы, инженеры и ветеринары трудились не в полях и на фермах, а в городе. Какую работу выполняли ребята, почему предпочли остаться в родном крае и какой ценой досталась победа, спросим у командира студ-отряда Аграрного вуза края Владимира Капустина. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Ну, прежде всего, поздравляю вас лично и ваш отряд с победой. Скажите, сразу настраивались на такое первое место или для вас это не главное? Спасибо за поздравление. Скажу, это для кого не секрет, что наш отряд уже третий раз оставался на зональной стройке. Ну, не подряд, конечно, но лишь только с третьего раза нам удалось взять знамя. Поэтому в этом году мы были настроены на победу с самого начала. И нам нужно было только первое место, ни второе, ни третье, ни тем более уж там не пятое, десятое. Так что ребята были настроены, мы выгрызали победу чуть ли не зубами. Понятно. Где работал ваш отряд и какую работу вообще выполнял? Наш отряд работал в этом году на Барнаульском заводе асбестотехнических изделий. А это на Космонавтов завод. Выполняли мы ремонтные работы цехов. То есть мылили павы бетонные, штукатурили здания, выполняли покрасочные работы. Это вот самые основные виды работ. Также было, конечно, много и второстепенных работ, на которых ребята набивали руку, осваивали новые азы строительных работ, которые в будущем, надеюсь, им помогут. Ну вот, казалось бы, студенты аграрного вуза выбрали промышленную площадку. Почему? Ну, студенческое движение, когда зарождалось, строительное движение было первоначальным. То есть студенческие строительные отряды. И для нас до сих пор, уже сколько лет прошло, строительное направление осталось самым почетным и самым таким мужественным, наверное, для наших студентов. И поэтому мы с гордостью несем звание студенческий строительный отряд и выполняем строительные работы летом. То есть намеренно выбрали такой тяжелый физический труд. Да, намеренно тяжелый физический труд достойных настоящих мужчин. При этом вы остались в городе. Вот, насколько я знаю, всегда все студотряды стремятся попасть на большие всероссийские студенческие стройки. Вот престижно ли вообще работать в городе? Да, не секрет, что отряды стремятся попасть на всероссийский уровень, потому что это престижно. На всероссийский уровень берут лучших из лучших. И ребята, конечно, выкладываются по полной, чтобы туда попасть. А городская студенческая стройка Барнаул, я хочу выразить огромное спасибо всем организаторам данной стройки, потому что с каждым годом студенческие отряды количество возрастает, а количество всероссийских проектов не всегда бывает, что удовлетворяет потребность всех студенческих отрядов. Что вы имеете в виду? Ну то есть количество отрядов растет, а строек количество остается прежним. И то есть получается, что попасть на всероссийские стройки с каждым годом все сложнее и сложнее. А зональная стройка позволяет ребятам оставаться в родном крае, также трудиться, но при этом и развиваться творчески, сохранять такой дух соревнования. То есть ребята между собой соревнуются в спортивных соревнованиях, в творческих, и тем самым повышают свой уровень профессиональный творческий уровень, что в будущем им поможет попасть уже на всероссийский проект. А вот зарплата резко отличается, скажем, от вознаграждения на тех же всероссийских стройках? Сколько вы получали в среднем? Ну, зарплата это всегда зависит в первую очередь от работодателя. Но в среднем, вот вплоть до прошлого года, зарплаты на всероссийских уровнях и в родном крае примерно совпадали, не сильно расходились. А в этом же году была произведена некая реформа, которая зарплаты на всероссийских проектах немного повысила, там процентов 15-20. И поэтому, да, сейчас есть небольшая разница. То есть на всероссийских проектах ребята получают немного больше. Но мы в Алтайском крае вот в среднем получили 45-50, вот такая у нас средняя зарплата за два месяца. Но все-таки больше, чем та же там месячная стипендия, да, студенток? Это в разы, конечно. Это в разы стимулирует ребят трудиться, чтобы после трудового сезона уже обеспечить себя самому хоть на ближайшие месяца 2-3, а не тянуть из кошелька у родителей за деньги. Вот знаю, что ваш отряд занял первое место сразу по двум показателям, в том числе и по производственным. Вот что это значит? Что учитывали комиссии, оценивая вашу деятельность? Производственные показатели, в первую очередь, это мы же студенческий строительный отряд. Работодатель нас берет не для того, чтобы мы там перетанцевали, а для того, чтобы выполняли поставленные задачи производственные. Мы выполняли ремонтные работы, как я уже говорил. Это учитывает качество работ, количество работ и дисциплину отряда. Мы каждую неделю сдавали отчеты, понедельные отчеты о выполнении своих объемов. И комиссия подсчитывала, учитывала и уже вела рейтинг, какие отряды у нас работают хорошо, какие почти хорошо. Ну и уже по концу сезона мы заняли первое место. Вот какие-то перспективы перед вами открывает победа? Очень кратко, пожалуйста, в завершении программы. Да, открывает победа. Каждый год отряды выбирают сами, куда они поедут, на какой объект. Но это в рейтинговой системе. То есть, какие отряды у нас стоят первые, выбирают первые объекты, какие у нас отряды стоят последние, выбирают, что останется. А вот эта победа нас, конечно, в рейтинге поднимает. И на следующий год мы уже можем выбирать из Боря широкого аспекта себе место, где мы будем проводить лето. Ну куда бы хотелось поехать? Конечно, хотелось бы на следующий год. В крае мы отсиделись этот год, подготовились. В следующем году есть желание поехать на всероссийский проект, чтобы уже и там одерживать победы. Ну что ж, мы желаем вам новых побед. Спасибо, что пришли к нам в гости. Ну а я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова